Итак, мы начинаем курс теории колебаний и начинаем с основных определений. И что нам по поводу колебаний говорит наш кладезь мудрости Википедия? Посмотрим снова. Повторяющийся в той или иной степени процесс изменения состояния системы около точки равновесия. В той или иной степени немножко обескураживает. Если обратиться к каким-то более достоверным источникам, например, физической энциклопедии, то мы найдем там следующее определение. Колебания, движение или состояние, обладающие той или иной степенью повторяемости во времени. Что-то вот это слово той или иной степени, это единственное, пожалуй, что вообще общего между двумя определениями. Википедии и физической энциклопедии. То есть, наверное, это уже неспроста. Ну и действительно, давайте обратимся к нашим простым демонстрациям. Ну что может быть проще механики, да? Вот запустим этот маятник. Вроде бы периодический процесс с высокой степени повторяемости. Но если приглядеться, приглядитесь, что происходит? Он не точно повторяется во времени. Хотя, в принципе, колебания есть. Вот если эту птичку взять, да, колебания, можно сказать, точно повторяются, но у них вполне естественное завершение. Птичка останавливается. Или вот такой пример. Шкатулка. Открывается, закрывается. Мы видим потуги на то, чтобы совершить еще одно колебание у системы. Но понятно, что трение высоко. Ну и понятно, что визитница, она не предназначена для того, чтобы совершать постоянные колебания. Но тем не менее, вот эту тенденцию мы видим. И если даже рассмотрим классический пример колебаний, качание маятника, то мы знаем, что рано или поздно они должны затухнуть. И он придет в состояние равновесия. То есть, строго говоря, ни один период не повторяет другой. То есть, действительно, в той или иной степени повторяющиеся процессы. Так что, пожалуй, более строгого определения, к сожалению, нам дать нельзя. Но это так с основными понятиями вообще всегда сложно, вы знаете. Начинаем движение по нашему плану. Но предмет теории колебаний — необходимость единого рассмотрения колебательных явлений. Следующий слайд. Так, математический маятник, это, понятно, не исчерпывает всего разнообразия колебательных явлений. Они могут быть разной природой. И вообще не обязательно даже это касается области физики. Вот, например, бывают колебания курсов на бирже. Ну, я не биткоин имею в виду, потому что там сейчас пока еще трудно закономерности даже какие-то обнаружить. Ну, о закономерностях лучше говорить, когда есть массив наблюдений на большом периоде времени. Ну, вот вы, наверное, знаете, что развитие экономики, оно циклично. Период быстро развития сменяется кризисом, а потом стагнацией. И такой кризис, он примерно каждые 100-120 месяцев происходит. Последний был в 2008 году всеминый экономический кризис. Да, кстати, что-то давно их не было. Если так, с 2008 года отсчитать. Да, понятно, что опять-таки в той или иной степени повторяющийся процесс, но мы знаем так или иначе, что он должен быть. Это непреложный закон. И если на более длительных интервалах смотреть, то там наблюдается еще более глобальная закономерность полувековые. Это так называемые циклы Кондратьева. Их часто путают, кстати, с экономическими циклами. Это не совсем то. Они связаны с развитием технологий. И отслеживаются вплоть до века паровых машин. То есть первая индустриальная эволюция текстильной. Текстильные станки, они работали, может быть, вы сейчас удивитесь, но они были механизированы уже тогда. И даже программированы с помощью того, что потом стало называться перфокартами. И эта вот необходимость производства угля, оно толкнуло дальше развитие другой области. Ну, уголь надо таскать на вагонетках. Вагонетки бегают по рельсам. И, значит, следующая революция была какая? Теперевая машина. Теперевая машина, кстати, тоже. Она сначала работала на станок, а потом стала работать на паровозе. И пошла железнодорожная революция, тоже оказавшая глобальное воздействие на экономику и развитие человечества. Ну, а мы живем на излете уже электронной революции. На самом деле, кажется, что это очень печально, что мы опять где-то в яме оказались. Но на самом деле это означает, что должна рождаться новая технология. Это как раз самая интересная фаза цикла на минимуме. Потом, что можно сказать? Вот LC-контр. Тоже скучнейший пример, казалось бы, из учебника. Но вот, может быть, вы не знаете, но вы с ним сталкиваетесь практически каждый день, когда ходите в магазин. Вот это вот что такое? Здесь наклеено. Следующий слайд. Рфит метка, да. Давайте ее крупнее покажем. Да. Где здесь? Тогда катушка, где конденсатор? Катушка, это вот медная проволока, конденсатор внутри нее чипа. Медная проволока, это вот это, имеете в виду, да? Да, вот эта улитка, это и есть спираль, это катушка, а конденсатор вот эта вот штучка. Но здесь еще может быть микрочип, а может и не быть. Простейших устройств, которые нужны только для того, чтобы подать сигнал, в общем-то, достаточно LC-контура. Вы проходите через ворота, волны возбуждают колебания в этом LC-контуре и слышится звонок. Потом всякие акселерометры, многочисленные устройства, но в том числе и гироскопы, которые позволяют увидеть положение в пространстве объекта вашего носимого устройства. Вот здесь, не знаю, видно ли вам. Да, вот я сделаю поярче. Вот это, сейчас я вращаю iPad'ом, и можно видеть, что здесь есть симуляция гироскопа. Ну что, там действительно что-то вращается реально внутри iPad'а? Ну вот да, понятно, что это просто было бы нецелесообразно с технологической точки зрения в плане хрупкости. Там опять-таки маятники, миниатюрные кремниевые консоли упругие колеблются, пытаясь сохранить свою плоскость колебаний. И когда вы начинаете крутить смартфоном или планшетом, то у вас возникает сила кориолиса, и это можно тоже детектировать. То есть маятники, механические, электрические, LC-конторы, в общем, колебательные системы, они везде. Мы можем рассматривать их довольно с общей закономерности. И, кстати, вот в этом внутри проездного, если его просветить в луче, вот я-то хорошо это вижу, но для этого мы не посмотрим. В луче проектора видно, что там тоже спрятан LC-контур. Это всякий может сделать, посмотрев на солнце сквозь единый проездной. Ну а мы движемся дальше. Пожалуйста, следующий слайд. Да, и колебательные процессы, они и в экологических системах происходят. И это заметил математик итальянского происхождения Витте Вольтера в беседе со своим коллегой-зоологом. Это дело было после уже Первой мировой войны в 20-х годах прошлого века. И вот он ему говорит, сообщил такой интересный факт, что, ну понятно, что во время Первой мировой войны вылоп рыбы, он резко уменьшился. А потом, когда уже возобновили вылов, то получилось, что резко возросло число хищников. Необычно много в вылове была доля хищных рыб. Это было несколько парадоксально. И этим явлением Вольтера заинтересовался. И построил модель, согласно которой получалось, что популяции хищников и жертв, они осциллируют. Причем с некоторой фазовой задержкой относительно друг друга. То есть понятно, что во время Первой мировой войны сначала все-таки увеличилась популяция рыбы, которая не хищная. А потом, уже как следствие, ее нагнала волна роста популяции хищных рыб. И с этой моделью мы с вами и ознакомимся. Это будет нашим первым математическим упражнением. От чего зависит численность жертв? Давайте рассмотрим на более классической модели. Это зайцы и рыси. В общем-то, все то же самое. Опять есть хищник и жертва. Количество зайцев. Скорость изменения количества зайцев от чего зависит? Ну понятно, зайцы известны своей способностью размножаться. И чем больше зайцев, тем быстрее они размножаются. То есть здесь такой процесс процесс с положительной обратной связью и введем коэффициент пропорциональности между количеством зайцев и скоростью их размножения. Альфа-1. Решением такого простого уравнения что, кстати, будет? Экспонента. Да, то есть это очень быстрый, максимально быстрый способ возрастания. Это так называемое мальтузианское слагаемое в честь Мальтуса. В XVIII веке он заметил, ввел такое понятие как раз при анализе численности популяции на уже человека. И сделал такой неутешительный прогноз, что единственное, что ограничивает численность популяции человека, если какие-то моральные сдерживающих факторов нет, то есть это только войны и голод, несчастье, всякие беды. Но в случае зайцев тут все понятно. Ограничивающим фактором является наличие рысей, которые их поедают. И убыль популяции, она будет пропорционально понятна количеству рысей, но помножена на количество зайцев. Это, так сказать, вероятность их встречи. И возьмем некоторый коэффициент бета-1. Второе уравнение нашей системы для рысей. ДН рысей по ДТ. Здесь обратная закономерность. Можно сказать, что рысь, рысь и волк, в общем, они конкуренты друг другу. слагаемое подобное этому, мальтузианское, будет со знаком минус. Количество популяции рысей и коэффициент альфа-2. Чем больше рысей, тем меньше их рождается единица времени, потому что они друг у друга забирают корм. Но это упрощение, конечно. Понятно, что рысам тоже нужно размножаться, то есть там есть дополнительные слагаемые, но в такой простой модели мы это не учитываем. и второе слагаемое здесь, оно уже пойдет со знаком плюс, и оно целиком подобно слагаемому, которое ограничивает популяцию зайцев. n рысей умножить на n зайцев. теперь уже со знаком плюс. Но Первая мировая война это сильный, конечно, возмущающий фактор, и в конце концов там более-менее количество рыб, хищников и рыб, которых они ели, эти популяции, они пришли к естественному равновесию. И давайте найдем это равновесие, значит, условие равновесия какое естественное? Да, производное нужно обнулить. То есть левые части данных уравнений будут равны нулю. Если мы перепишем первое уравнение ноль, здесь альфа 1 на n зайцев минус бета 1 n рысей n зайцев, мы увидим, что тут можно сократить на вот это множители. Эти множители можно сократить, потому что заведомо знаем, что количество зайцев не равно нулю. Это предположение модели. И тогда получаем простое выражение для количества рысей равновесное. n рысей нулевое, назовем его так, n рысия нулевое равняется альфа 1 деленное на бета 1. Так, и для зайцев. n зайцев нулевое. мы отсюда берем, здесь на n зайцев сокращаем, получаем, что бета 1 на n рысей равняется альфа 1. Альфа 1 на бета 1. Согласны? Да. Теперь то же самое про зайцев. Здесь можно сократить на численность популяции рысей и получаем альфа 2 на бета 2. Ну, здесь все симметрично. И теперь общее количество рысей мы будем представлять в виде вот этого равновесного значения плюс мало отклонения от этого положения равновесия. и то же самое про зайцев. n зайцев равняется равновесная популяция зайцев плюс добавочка n зайцев. Ну, а теперь нам предстоит такая довольно занудная работа раскрывать скобки. Так, мы теперь начнем с этой производной. dn зайцев по dt. n зайцев теперь уже у нас состоит из двух слагаемов. dn зайцев нулевое плюс n зайцев в скобках по dt. Ну, что можно здесь сказать? Как упростить эту запись? Это же у нас константа, значит, производная от нее равна нулевое. И у нас остается dn зайцев по dt. Вот так для упрощения и экономии места на доске запишем. n зайцев dt равняется. То есть у нас изменение касается только вот это отклонение от положения равновесия. α1 здесь давайте раскроем уже скобки. α1 на n z нулевое плюс α1 на n зайцев плюс, а минус, это уже убыль пошла. β1 здесь произведение двух скобок. n зайцев нулевое, n рысей нулевое, минус опять-таки β1 n зайцев нулевое, помноженное на что? Отлонение, n малое рысей, минус β1 на n рысей нулевое, на n зайцев и минус β1 n зайцев n рысей. Так, первое, с чем мне хочется расстаться, это вот с этим слагаемым. Почему? Да, второй порядок малости. Здесь у нас линейные по малым отклонениям, а здесь одно малоклонение множество на другое. Примерно равно нулю. Потом α1 на n зайцев нулевое и минус β1 на n зайцев нулевое n рысей нулевое. Просто по определению равновесных популяций у нас вот эта сумма этих двух слагаемых должна равняться нулю. То есть они тоже уходят. Так, α1 на n зайцев, но оставляем в покое. Дальше, минус β1 n зайцев нулевое на n рысей. Давайте поставим n зайцев нулевое. α2 на β2 будет. альфа 2 n зайцев они взаимно уничтожаются. У нас довольно простое уравнение получилось. Давайте его перепишем. dn зайцев pdt равняется минус β1 альфа 2 деленное на β2 и на n рысей. Ну, аналогично будем действовать и со вторым уравнением n рысей pdt. α2 n рысей нулевое плюс альфа 2 отклонение пуляции рысей от равновесного значения и все это со знаком минус. У нас этот фактор он ограничивает то есть минус и минус. А дальше пойдет плюс слагаемое которое у нас повышает численность рысей. β2 на n опять будем раскрывать скобки. n рысей нулевое n зайцев нулевое плюс β2 на n рысей нулевое n малых зайцев плюс β2 n малое n большое зайцев нулевое n малое рысей и плюс β2 n малое рысей n малое зайцев. Так второе последнее слагаемое как второе порядка малости импи мы пренебрегаем опять это слагаемое с этим по определению должны давать 0 n зайцев нулевое после подстановки будет сокращение α2 β2 и этот слагаемый с этим сократятся. Ну и в общем получается β2 n рысей нулевое на n зайцев. Следующий слайд давайте проверим. Получилось? Так n зайцы да если n рысей нулевое подставить у нас такое же уравнение и получится dn рысей по dt равняется β2 на n n рысей нулевой давайте уже подставим α1 делено на β1 и n зайцев сошлось α1 β2 делено на β1 внизу и вверху α2 β1 β2 n рысей да все правильно так вот эта система уравнений вы не узнаете в ней еще уравнение колебаний? Наверное нет но давайте производную возьмем от первого относительно зайцев решим здесь получится вторая производная давайте наверху чтобы всем было видно d2 n зайцев dt квадрат минус β равняется минус β1 α2 на β2 производно от отклонения от основного положения равновесия или популяция рысей получается β2 α1 β1 dn просто n зайцев здесь много что сокращается β1 β2 и получается что вторая производная от количества зайцев пропорционально самой величине вот этого отклонения популяции зайцев снаряды со знаком минус а в качестве коэффициента пропорциональности служат произведения α1 на α2 значит какой частот узнаете здесь то уравнение колебаний помните x две точки равняется минус омега 0 в квадрате на x и значит роли частоты у нас выступает какое слагаемое в роли частоты корень из α1 умножить на α2 вспоминая что это такое мы видим что α1 это прирост популяции зайцев а α2 это убыль популяции хищника средний геометрический между ними дает нам частоту с которой должна изменяться эта популяция следующий пример будет из химии казалось бы химия вообще бесконечно далека от теории колебаний ну как говорил Ленин декабристы от народа далеки бесконечно далеки вот в химии все процессы они уж точно не колебательные но тем не менее на всякое правило есть исключение и это так называемая реакция Белоусова-Жбатинского когда ее открыли в общем-то коллеги даже не верили что такое возможно и статью долго не печатали пришлось опубликовать в припринте и этот в общем-то обычно нечитаемые вещи в припринте побили побил все рейтинги по цитируемости и что происходит собственно это реакция окисления лимонной кислоты вот этим оксидом присутствии ионов церия и внешне происходит следующее раствор меняет свой цвет от голубоватого к красноватому и через пурпурный обратно голубому цвету и так вот по циклу на самом деле рано или поздно естественно этот процесс заканчивается но по мере расходования вещества А которое в нашем случае лимонная кислота и в общем постепенно мы перейдем уже к более абстрактной модели пусть у нас есть вещество А которое превращается в некоторое вещество Б а промежуточными стадиями реакции является образование вещества АХ и У какие конкретно нас сейчас интересовать не должно вот именно эти промежуточные стадии будут основой наших колебаний и давать вклад в уравнение а вещество А у нас будет просто вот эти запасы вещества будут выступать просто в виде константы АВ вообще остается за кадром и так вот это промежуточное вещество Х его скорость образования пропорциональна запасам исходного вещества с коэффициентом К1 и его убыль пропорциональна концентрации вещества второго вещества промежуточного У и самого вещества Х нетрудно видеть что второе слагаемое очень похоже вот на это то есть у нас получается что бета1 то наше исходное оно аналогично коэффициенту К2 в новых уравнениях а что у нас в качестве зайцев и в качестве хищника выступает зайцы это у нас нет нет это Х промежуточное агент Х а в качестве да рыси Y вот здесь аналогия нарушается потому что у нас нет такого что скорость образования вещества Х пропорциональна самой концентрации вещества Х здесь у нас находится уже А а это у нас К1 к сожалению это первое уравнение не полностью аналогично исходному а вот второе дословно повторяет уравнение для экологической системы хищник-жертва D Y по DT здесь в качестве альфа 2 у нас выступает К2 N рыси у нас заменяется на Y здесь опять X Y только здесь не К2 а К3 вот теперь правильно то есть вот это слагаемое эквивалентно вот второму во втором уравнении и вместо бета 2 у нас К2 опять можно ввести равновесная концентрация поскольку у нас второе уравнение уже полностью аналогично для в случае химии в случае экологии то у нас получается что вместо равновесной популяции у нас получается равновесная концентрация вещества X X нулевое альфа 2 мы заменяем на что на К3 бета 2 мы заменяем на К2 получаем выражение для равновесной концентрации вещества X теперь саму концентрацию представляем в виде X0 плюс приращение X малое для вещества Y здесь ситуация не такая простая но мы уже мы нашли зато X0 это нам ситуацию облегчит итак обнуляем левую часть у нас получается альфа 1 а это просто константа по сути K1 на A а здесь минус K2 Y нулевое X нулевое а X нулевое это уже K3 на K2 значит чему тогда будет равняться Y нулевое давайте в уме проделаем эти вычисления K1 на A кто-нибудь закройте там окно K1 на A деленное на K2 и на вот это самое X нулевое а X нулевое это K3 деленное на K2 сокращая одинаковые множители мы должны получить K1 на K3 у всех так получается X нулевое я заменил через K3 деленное на K2 и получил более просто выражение K1 на A деленное на K3 да все сходится и так Y равняется Y нулевое плюс Y малое теперь здесь полная аналогия DX по DT так вот здесь будет уже альфа 1 не альфа 1 а K1 умножить на A плюс K1 умножить на X малое A а а а нет зачем K1 мы должны поставить следующее минус beta 1 K1 K1 A у нас константа поэтому в общем-то у нас не зависит от отклонения от положения равновесия давайте разбираться с остальными слагаемыми K2 будут перенажаться две скобки Y на X опять X0 Y0 и перекрестные слагаемые X0 на Y минус K2 Y 0 на X и минус слагаемые которые мы по идее должны уже сейчас скоро стереть потому что она второго порядка малости X малая на Y малая и мы пренебрегаем опять-таки по определению Y0 X0 у нас вот это слагаемое и следующее за ним должны давать 0 они они уходят так K2 X0 на Y можно подставить конечно X0 K3 на K2 и получается что вместо K2 у нас получается K3 на Y минус K3 на Y Y следующее слагаемое K2 Y0 X Y0 надо подставлять здесь к сожалению ничего не сократится давайте я от этого уже избавлюсь и отвоюю место для нашей формулы K2 на K1 умножить на A вместо Y 0 я подставляю деленное на K3 и должно быть на X так все дальше мы уже не можем преобразовать тогда давайте следующее уравнение а вот со вторым уравнением мы можем воспользоваться уже наработками которые раньше были у нас потому что оно полностью аналогично случае для экологической системы поэтому N-Rysi мы заменяем на Y малое α2 мы заменяем на K3 N-Rysi нулевое это будет Y нулевое минус α2 это что у нас K3 N-Rysi малое это Y малое плюс β2 у нас теперь K2 называется N-Rysi нулевое Y нулевое N зайцев нулевое X нулевое опять K2 N-Rysi нулевое Y 0 N зайцев это X слагаемое слагаемое внизу K2 N зайцев нулевое X нулевое N-Rysi Y и малое слагаемое K2 XY которое мы немедленно пренебрегаем так K3 на Y 0 K2 на Y 0 X 0 они должны у нас уйти по определению потом K3 на Y пока оставляем в покое K2 Y 0 X но надо Y 0 подставить посмотреть может что сократится нет ничего не сократится K2 умножить на K1 деленное на K3 А не забываем да правильно подсказываете так что там еще должно быть или K0 на X так и здесь K2 X0 на Y X0 это у нас K3 на K2 то есть минус получается плюс K3 на Y ага вот это слагаемое сократилось взаимно уничтожилось с вот этим слагаемым замечательно хоть какое-то облегчение и так у нас для первого уравнения у нас получается DX PDT давайте перелистем слайд DX PDT равняется минус K1 K2 K2 деленное на K3 на A и на X для второго уравнения минус минус K3 на Y так во втором случае у нас одно слагаемое осталось K1 K2 деленное на K3 то есть аналогии видите неполные у нас в первом уравнении два слагаемых это наше второе уравнение ну как уровень колебаний здесь видите только место N рыси да давайте Y правильно там говорили с места так теперь все все замены произведены получили узнаете уровень колебаний отчасти да что здесь можно сделать относительно X продифференцировать первое уравнение D2X по DT квадрат равняется минус K1 на K2 деленное на K3 на A не забываем A и уже X будет производным DX по DT минус K3 на DY по DT который мы можем поставить отсюда то есть минус K3 который умножается на K1 K2 деленное на K3 замечательно у нас K3 сократятся A не забываем и на X все что мы видим вторая производная X две точки переходя на язык Ньютона плюс K2 K1 деленное K3 K2 K1 деленное K3 и на A вот это слагаемое Ndx Pdt что это такое будет у нас в физике затухание диссипативный член и третье слагаемое K1 K2 на A упругий слагаемое которое пропорционально отклонение положения равновесия то есть эта модель она еще более реалистичная потому что предполагает затухание чего вот не было в модели зайца-рыси то есть видите что колебания в химии описывается в общем-то уравнением формально тождественным уравнением затухающих колебаний в роли диссипативного члена вот этого коэффициента при диссипативном члене поступает K2 K1 деленное K3 умножить на A это у нас двойной декремент затухания получается а если мы хотим узнать частоту мы должны взять корень из вот этого произведения K1 K2 умножить на A следующий слайд да что постоянное а большое постоянное это запас вещества то есть оно у нас потом в затухание входит и в упруге константа да там есть тонкость что вроде как его запасы не ограничены да есть такой тонкий момент вещество A в общем его много да но видите у нас A не менялось то есть оно меняется медленнее чем колебания в системе то есть конечно говоря на частоту оно тоже уменьшается просто его запасы намного больше чем изменения величин x y которые мы рассматриваем то есть а с точкой примерно равна нулю в нашем да именно так то есть это 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 медленнее меняющийся параметры или это не начальное количество вещества это разве не началось потому что это медленнее меняющийся параметры потому что в модели не заложено уменьшение поэтому это именно мы пренебрегаем в каком-то смысле но мы переходим уже к равновесию то есть это все медленнее и медленнее происходит в становлении получается что так это да интересно вы первые обратили на это внимание ну понятно может быть теоретики это и раньше заметили но вот первые на лекции ну давайте теперь отдохнем немножко в гуманитарный блок возьмем создание основ теории колебаний работа Релея по Анкарелле по Нова в Андерполе Мандельштама Андронова много-много фамилий это будет про историю следующий слайд историю я разделил условно на два потока я могу говорить да на два потока это история линейных колебаний и история нелинейных колебаний хотя понятно что они развивались в общем-то параллельно если я отношу каких-то ученых к тем которые развивали линейные теорию линейных колебаний это не значит что они совсем не занимались нелинейными но это некоторое упрощение вообще физика вообще наука в упрощенных моделях и так историю линейных колебаний можно начать с эпизода произошедшего с Галилеем почему я так загадочно смотрю на эту люстру потому что вот именно так родилась теория колебаний Галилей скучал на месте и наблюдал за лампадой которая качалась медленно и неспешно и вот он заметил что амплитуда постепенно амплитуда колебаний лампады постепенно уменьшается но период остается примерно постоянным кстати как он период-то замерил у него что секундомер был с собой что ли да это тоже интересная версия так и там метроном работал возможно но обычно говорят по-другому версия иная как как он замерил пульс да да по сердцебиению считал что у него примерно ритм сердца одинаков и понял что период колебаний тоже сохраняется это его заинтересовало и навело на мысль о том что можно даже на этой основе сделать часы но до ума он их не довел из-за прогрессирующей слепоты он не смог сделать часы с маятником и это уже сделал гюгенз христиан гюгенз почему постоянство периода связано именно с линейными колебаниями это так называемое свойство изохронности мы будем о нем подробнее потом говорить но это как раз яркое свойство линейных колебаний следующий шаг сделал Роберт Гук он изобрел пружину ну и закон Гука естественно попробуйте закон Гука открыть на каком-то металлическом стержне вы не сможете заметно глазу даже изменить его длину а на пружине это легко делается и пружина позволил заменить громоздкий маятник на компактный балансир и решить задачу которую бы сейчас мы называли задачей навигации то есть определение долготы по хронометру а также пружина позволяет сделать наручные часы то есть в современных терминах носимое устройство формализовал подход к линейным колебаниям разработал теорию Лагранж а в общем-то первый учебник что-то вроде геометрии евклида но для линейных колебаний написал Лорд Релей вообще-то книга называлась теория звука но он туда включил не только механические колебания ну и естественно акустические тоже как подкласс механических но посвятил отдельную главу электромагнитных колебаний в Эльце-контуре ну и по сути это и был первый учебник по теории колебаний рассматривающий различные колебательные явления с единых позиций и на этом условно можно считать что историю линейных колебаний историю развития взглядов на линейные колебания мы рассмотрели и теперь про нелинейные в общем-то не менее древняя наука можно сказать даже немножко подревнее старший современник Галилея Кеплер пишет свой закон три закона Кеплера и третий из них как раз описывает как относятся периоды обращения планет и как они связаны с расстоянием до Солнца если упрощать там податки периодов обращения планет относятся как кубы больших полосей их орбит то есть по сути расстояние до Солнца если упрощать то есть период уже зависит от чего от расстояния до Солнца а это в каком-то смысле есть амплитуда то есть это самое что есть уже нелинейные колебания получается работа аналогичная работе Лагранжа но нелинейных колебаний проделали Липунов и Пуанкаре важной вехой является также конструирование генератора Вандерполя это был сотрудник фирмы Филлипс который смастерил такое устройство оно примечательно не просто тем что это ЛЦ-контур ЛЦ-контур понятно был известен и до того но еще в нем могли совершаться хаотические стахастические колебания вроде того которое мы наблюдаем здесь то есть внешне это периодические колебания но на самом деле каждый период не повторяет другой и в общем-то движения верхнего маятника они достаточно случайны учебник колебаний уже с учетом нелинейных был написан основателем нашей кафедры физики колебаний Леонидом Александровичем Эндельштамом и он же в общем-то основал этот курс и первый его и читал Александр Александрович Андронов еще сделал один важный шаг ввел понятие автоколебаний то есть колебания которые имеют в системе у которых в колебательной системе имеется источник энергии вот вы думаете почему этот маятник все время уже на протяжении 45 минут колеблется и не затухает так не случайно здесь такой массивный поддон там заключены батарейки и есть источник питания то есть это вот еще и пример автоколебаний помимо того что это стахастические колебания случайные они же не случайные верхний маятник тоже нет если долго будете следить то там повторяемости нет в его движении сейчас да кажется что она есть но если дольше следить то потом происходит какой-то срыв и он переходит в другую фазу например вращение постоянная скорость видите что он вытворяет так следующий нет нет это абсолютно случайно то есть на наших глазах разворачивается случайный процесс мы дальше идем по плану и введем новое еще одно важное понятие фазового пространства понятие о фазовом пространстве появилось из задачи вполне такой прикладной как изобразить колебания казалось бы это довольно просто берем рисуем оси здесь координаты здесь время вот вам колебания но если мы захотим ту же систему возбудить по-другому например отклонить от положения равновесия ну и скажем с другой амплитудой то мы должны будем нарисовать другую осциллограмму которая ляжет на первую пересечет ее в общем эти траектории эти линии будут пересекаться и это затрудняет очевидно восприятие даже если вы нарисуете штриховой линией следующий придется пунктиром а дальше вообще уже получится мешанина что делать мы придумали следующий трюк откладывать не x от t а по одной координате x а по другой производной от x с точкой тогда если у вас вы отклонили от положения вы находитесь в положении равновесия 0 но придали телу начальную скорость вы начинаете двигаться проходите проходите предельное положение отклонения максимальное с нулевой скоростью идете вниз проходите положение равновесия уже с отрицательной скоростью идете назад и цикл замыкается получается что у вас колебания представляются в виде такого круга да это для только то что я сказал для гармонического осциллятора и даже для незатухающих колебаний потому что если будут затухать то мы на следующем круге уже немножко приблизимся к центру на следующем еще ближе и получается такая скручивающаяся спираль теперь что будет если мы с другим с другой амплитудой возбудим но с меньше например мы пойдем так же и получится круг уже меньшего диаметра внутри первого круга и траектории не будут пересекаться даже если у вас имеется затухание у вас будут две спирали которые тоже ни в одной точке друг друга не будут пересекать это удобно то есть если траектория не пересекается можно взглядом а не взглядом анализировать систему и различные траектории не мешают воспринимать друг друга потому что не пересекаются кстати я вот здесь вот двигался по часовой стрелке это случайно мог я вот так вот еще крутиться в общем подумайте случайно ли мое направление движения итак вот то что я нарисовал x и x точкой это частый правда пример но наиболее распространенный пример фазового пространства то есть это координаты пространства по осям которые откладываются фазовые координаты полностью и однозначно задающие состояние системы то есть у вас в системе что какие основные две переменные это положение тела и его в квантомеханике сказали бы импульс но здесь мы говорим скорость x и x точкой они однозначно задают положение системы и ее дальнейшую эволюцию и любое состояние системы описывается изображается вот такой точкой она так и называется изображающая точка если система эволюционирует то мы переходим от одной точки пространства фазового пространства к другой и получается фазовая траектория и так состояние системы характеризует изображающая точка эволюцию системы характеризует фазовая траектория если же мы хотим рассмотреть систему в целом, какие движения в ней возможны, по каким траекториям, то мы рисуем много траекторий, они не пресекают друг друга, образуя такую красивую картину. Вот, это, правда, это просто фазовая траектория, но потом мы будем наблюдать эти красивые картины. Они называются фазовыми портретами, то есть это все возможные траектории в системе, и фазовый портрет, он их уже характеризует систему, колебательную систему. Итак, все-таки, почему по часовой стрелке, вы поняли уже? Смотрите, вот начнем движение отсюда, что такое x с точкой больше нуля? Производная положительная, значит, что с координатой? Координата должна увеличиваться, я куда иду? Вправо, да. Потом здесь, x с точкой равно нулю, я не иду ни вправо, ни влево, но я именно под прямым углом и пересекаю вот эту ось x. Это важно, что траектория, они под прямым углом и ось x пересекают. И дальше иду вниз, и здесь у меня уже скорость отрицательна во всем вот этой вот области, и координата должна уменьшаться, поэтому я должен идти влево. Ну и, в общем, получается движение по часовой стрелке. Вот иногда, на экзамен особенно любят на этом сыпать, когда рисуют траекторию, кому-то может быть удобно рисовать против часовой стрелки, и сразу хватают за руку такого студента и говорят, а что это вы делаете? Фазовая траектория, у них определенное направление должно быть, отражающее эволюцию во времени. И, как правило, это движение по часовой стрелке. Но, я должен сразу оговориться, это не догма, и есть исключения. Следующий слайд. Да, собственно, вот наша система, которую мы только что рассмотрели, модель хищник-жертва, это как раз пример такого исключения. Оси, не обязательно x и x точкой. Это могут быть, по одной оси мы можем откладывать жертву, хищника и жертву. И тогда получается, что у нас движения могут совершаться и против часовой стрелки. То есть это, в общем-то, зависит от координат. Но если у вас координаты ее производные, то однозначно должно быть по часовой стрелке. И всякое правило имеет исключение. Это вот мы уже видели на этом примере. И есть исключение из того правила, что траектории не пересекаются. То есть, на самом деле, ну как правило, да, действительно, они не пересекаются, но есть так называемые особые точки, где такое возможно. И вот давайте начнем эту тему, особые точки фазового пространства. Рассмотрение ведется в самом общем виде. То есть пусть у нас координата х есть и координата у фазового пространства. И они меняются во времени. И описываются функциями p, которые в общем случае зависят от х и у, и q, которые также в общем случае зависят от х и у. Подобно тому, как мы это делали раньше, ищем, обнуляем левые части, то есть обнуляем производные, x с точкой и y с точкой. И ищем вот эти особые точки, x со звездой и y со звездой. Их точка, всякая точка на фазовой плоскости характеризуется двумя координатами, но у нас как раз и есть два уравнения. Так что их можно решить и найти x с точкой и y с точкой. Приравним к нулю левой части. Следующий слайд. На следующем этапе опять, как мы это делали, мы делаем линеаризацию. То есть, может быть, мы это не осознаем, но мы как раз применяем метод Лагранжа. То есть, линейное приближение относительно, берем малое отлонение относительно точки x со звездой и y со звездой. И эти отлонения уже будут называться там не x и y, как раньше, или n малое зайцы, n малое рысье, а x и это. Как правило, именно такие обозначения мы будем использовать и в дальнейшем. Так у нас есть малое отклонение от положения, от этих особых точек, это не совсем положение равновесия, хотя иногда особая точка является положением равновесия. и x со звездой плюс кси, значит, и y равняется y со звездой плюс это. Так, дальше у нас что? Теперь мы вот эти x и y подставляем в исходное уравнение, и в общем случае связь между производной кси от кси и производной от это будет давать нам систему уравнений такого вида, где матрицей будет служить матрица коэффициентов а1,1, а1,2, а2,1, а2,2, и здесь у нас кси и это. Матрица множественный столбец, вот получаем производные кси с точкой и это с точкой. А дальше по накатанным рельсам, как вас учили в теории решения дифференциальных уравнений, то есть кси и это мы ищем в виде некоторой амплитуды на экспонентах в степени лямбда t. И это, соответственно, амплитуда b на экспонентах в степени лямбда t. Если мы начнем брать производные, а кси с точкой, что у нас получится? Кси с точкой c, да, лямбда выскочит, а экспонента после дифференцирования останется экспонентой, только даст нам множитель лямбда. То же самое с бета, у нас здесь выскочит с этой, у нас выскочит лямбда. Это будет уже это с точкой. И получается, что поскольку вот это изначально у нас было кси, а вот это этой, то у нас слева получается слагаемое однородное тем, что справа. И можно их перенести направо и сделать наше уравнение однородным. Слева у нас окаживается 0, а матрица изменяется следующим видом, уже принимает следующий вид. А1, 1 минус, теперь у нас, но, да, выйти лямбда получается, да. А1, 1 минус лямбда. Можно вопрос? Да. Что же у вас? Система, которая делает линейный станции? Вот это? Да, да, да. Ну, это некоторые коэффициенты, которые вообще говорят, от PQ зависит. То есть мы просто в общем виде их рассматриваем, вводим, что есть некоторые коэффициенты. А можно считать, что это коэффициенты разложения 5P? Да, 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 так и есть. Линейное приближение. То есть они берутся из PQ линейным разложением, да. Я это не сказал в явном виде, но это подразумевалось. Так, здесь А2, 1 и А2, 2 минус лямбда. Ну, это однородное уравнение будет иметь нетривиальное решение, когда терминат системы оказывается равным нулю. И раскрывая скобки, мы получим квадратное уравнение. Лямбда квадрат. Дальше линейный член. А, 1, 1 плюс А, 2, 2. Скобка закрывается на лямбда. Вот А, 1, 1 и А, 2, 2 плюс А, 2, 2 называется следом матрицы. По-английски track. Поэтому здесь обозначается тр, тр. Матриц, исходная матрица А. А что такое при раскрытии скобок А, 1, 1 умножить на А, 2 минус А, 1, 2 и А, 2, 1? Да, это терминат исходной матрицы А. То есть получается у нас здесь плюс терминат А. Давно нулю. Ну и как вводится, при решении этого квадратного уравнения, получается два корня. Мы это уже подробно, это уже школьное вообще-то упражнение, подробно вводить не будем. Если два корня, то получается, что будет лямбда 1 и лямбда 2. И кси это представляется в виде суммы. Амплитуда на экспоненты в степени лямбда 1 и амплитуда c2 на экспоненты в степени лямбда 2. И то же самое можно бы сказать про это. Более интересно следующее. Как вот лямбда 1 и лямбда 2 соотносятся с другом и какие это числа? Это оказывается, что если лямбда 1 и лямбда 2 у нас чисто мнимые, то есть у нас здесь получается что-то вроде c на экспоненты в степени i, число на t. То есть это в чистом виде что такое? i число умножить на t, e в степени i омега t, то есть колебания, причем не затухающие. То есть если лямбда чисто мнимые, запишем, тогда у нас особая точка типа центр. Тут даже написано, что это плюс-минус i на детерминат а. Особая точка типа центр. Чисто мнимые показатели экспонента лямбда. Если они оказываются комплексными, то есть у нас есть и действительная часть, то значит под экспоненты кроме i омега t еще будет i дельта t. А это что значит? Ой, не i дельта t, экспонент в степени плюс дельта t и экспонент в степени минус дельта t. Что это означает? Что амплитуда меняется. Либо возрастает, но это не очень физично, либо убывает. Это уже затухающие колебания. Вот они. Но в принципе может быть и возрастание колебаний, если у вас подпитка есть. Мы с такими случаями тоже будем сталкиваться. Но на данном этапе нам проще понимать затухающие колебания. Вот у нас по спирали мы приходим в положение равновесия. Это особая точка типа фокус. Итак, если лямбда комплексная, у нас получается особая точка типа фокус. И, наконец, если лямбда действительные, то тоже может быть два случая. Лямбда действительные разных знаков, то есть произведение лямбда 1 и лямбда 2 меньше нуля. Лямбда действительные разных знаков — это особая точка сетло. И лямбда действительные одинаковых знаков — это особая точка типа узел. Это вообще ни разу не повторяющиеся процессы. Сетло мы проходим по траектории и улетаем куда-то. Узел. У нас не совершается одного колебания. У нас система с таким чудовищным трением, что просто мы приходим в положение равновесия, не совершив ни одного колебания. В данном случае даже это у нас еще не узел, потому что здесь есть как минимум три колебания мы видим. Ну и на этом я завершаю. Спасибо за внимание. Продолжение следует...